Житель штата Вашингтон вернулся в США из китайского города Ухань в прошлую среду. На следующий день он почувствовал первые симптомы болезни – лихорадку и кашель. Тесты, проведенные в больнице, показали, что у 30-летнего мужчины пневмония, вызванная уханьским вирусом. Центр по контролю профилактики заболеваний США сейчас выясняет, не заразился ли кто-то еще. Первый случай заражения в стране сегодня прокомментировал президент Дональд Трамп. У нас есть план, и мы думаем, что он будет реализован очень хорошо. Мы уже справились с этим очень хорошо. Центр по контролю заболеваний был потрясающим. Очень хорошие профессионалы. Первые случаи заражения новым вирусом подтвердили также в Гонконге и Макао. 2019 НСОВИ выявили в декабре прошлого года в городе Ухань. Предположительно, люди заразились на рынке, где продают морепродукты, мясо и живых диких животных. Они, по одной из версий, могли передать человеку патоген, то есть микроорганизм, вызывающий болезнь. Уханьский вирус может вызывать воспаление легких. Основной метод, по которому вирус может передаваться, это дыхательные пути. Он также может мутировать. И есть риск дальнейшего распространения. Пока в Ухане, городе, где и появился новый вирус, усиливают контроль над въездами и выездом, жители Шанхая столкнулись с острой нехваткой респираторных масок. Мы продавали примерно по тысяче масок в последние дни. Иногда компаниям, иногда обычным людям. Это связано с коронавирусом. Все маски и антивирусные препараты распроданы. Мы запросили новую поставку, но не уверены, что сможем получить товар перед китайским Новым годом. Распространение уханьского вируса в Китае напоминает вспышку другого коронавируса в этой стране. Типичная пневмония. В начале 2000-х от этой инфекции погибли около 800 человек. Между тем, все больше городов за пределами Китая усиливают меры безопасности из-за коронавируса. Китайских туристов проверяют с помощью тепловизоров и мобильных термометров в аэропортах и на вокзалах. И если еще пару дней назад такие осмотры проводили в основном в странах Восточной Азии, то сейчас меры приняли в США, России, Австралии, Белоруссии, странах Центральной Азии. Сайхан Цинсаев. Настоящее время.